МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Принцип ОККОМА» в студии ведущие доктор философских наук Челдесу Мамбетова и журналист Талант Джумабаев. «Принцип ОККОМА гласит – не следует множить сущности без надобности». Этот простой принцип уже много веков помогает людям познавать окружающий мир. Сегодня в студии гость, композитор Мурзоли Чейнбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мурзоли Талинович. Довая характеристику современности, я бы, наверное, употребила фразу «Был век идеологии, стал век культур». Вы являетесь представителем культуры и именно духовной культуры. На ваш взгляд, почему именно сейчас, как считают очень многие философы, с конца XX века культура сдвинулась в эпицентр бытия? Что для вас есть духовная культура? Ну, это вопрос, да, конечно, сложный, логичный. Вот эта проблема сейчас, проблема культуры, это проблема не только регионального характера, это проблема глобального характера. Давайте, во-первых, мы дадим определение, что такое культура и искусство. Культура в буквальном переводе означает «воспитание», а искусство – это как опыт. Культура. А культура сама делится на три вида. Так? Значит, это элитарная культура, народная культура и массовая культура. А если возьмём мы искусство, это в переводе означает «как опыт». Бывает, например, искусство моды, искусство кулинарии, искусство, например, спорта и так далее. По моему мнению, когда-нибудь должны были прийти к такому состоянию. Это ни для кого не секрет, это не новость и так далее. Существует более тысячи определений культуры, поэтому то, что вы предложили, это, конечно, рабочее определение культуры. Значит, если я вас правильно поняла, в настоящем очень остро стоит проблема массовой культуры. Вот вы обозначили, что бывает элитарная, массовая. В настоящем проблемы массовой культуры, они проявляются абсолютно везде. Значит, получается, вы призываете к тому, что мы забываем элитарную культуру, нам нужно опять возродить эти традиции или как-то по-другому можно проинтерпретировать это? Так, есть, возрешается история эпохи Средневековья, да, с конца IV века по XV веку примерно, да. Наши теоретики, историки там говорят, это значит, это тёмные века и так далее. Я имею в виду, это именно вот западную цивилизацию, западную культуру, да. И что получилось у нас, значит, в конце XIV века, значит, в Европе идёт эпоха Возрождения, значит, течение основы, да, новое течение. А что это означает? Вообще эпоха Возрождения, например, эпоха Возрождения — это в те времена хотели возродить именно греческую культуру, римскую культуру, понимаете? И в итоге получается у нас, до этого тоже была вот такая вот тенденция, значит, вы сами знаете, значит, расцвет там римской культуры, да, греческой культуры, значит, был такой-то взлёт, какой-то взлёт. Потом, после распада Западной Римской империи и культуры тоже, да, вот такая тенденция. И вот это же всё, значит, история повторяется. И что здесь, я так думаю, такого удивительного нету? То есть, по вашему мнению, это объясняется цикличностью, в первую очередь, да, что вопросы, проблема культуры сейчас выходит на первое место в глобальном масштабе, и такова история. Хорошо. Вот смотрите, вернёмся к культуре нашей национальной, да, Кыргызстан. Вы сказали, существует три вида культуры, элитарная, народная и массовая. В данный момент в Кыргызстане какой вид культуры превалирует? Ну, после распада Союза, значит, это в течение 30 лет, у нас, к сожалению, например, элитарная культура, да, есть в области мозга, да, академическая музыка, но чуть-чуть у нас отстаёт от своей времени. И на фоне вот этого оставания у нас расцветает вот эта, значит, массовая культура. Так, если вот современный термин говорит, значит, это пасовая культура. Но есть ещё свои плюсы. На фоне этого у нас возрождается народная культура. Так, вот этнофольклорная музыка, этнофольклорный театр, да, возвращение к своим истокам. Есть свои плюсы и минусы. Вот я вот так считаю. А вот массовая культура, это наша национальная культура или, я имею в виду, ну, например, эстрадная музыка, да, любая другая музыка на уровне массовой культуры, это развитие вот этой нашей национальной культуры или это заимствовано? Это, скорее всего, заимствованные, потому что это симбиоз. Симбиоз, значит, западной культуры с элементами нашей культуры. Так, это сейчас присутствует везде, не только у нас, возьмём другие страны, постсоветские страны, даже развивающие, развитые страны. Это везде. Это, наверное, естественный процесс, связанный с глобализацией. Да, естественно, это цикл. А каким образом это влияет, если влияет на развитие национальной культуры? Это же получается как бы универсальная масс-культура, понятная всем, исполняемая одинаково, звучащая одинаково, несущая всё одинаковое. В таком случае тут какие-то возникают противоречия между развитием массовой культуры и, допустим, народной, фольклорной. Это же… Или они сосуществуют рядом? Нет, к сожалению, мы теряем на фоне вот этой массовой культуры, то есть симбиозной культуры, что ли, мы теряем свои, к сожалению, истоки природы, звучания крыганской культуры. Это тоже негативно влияет на культуру, на нашу национальную культуру тоже влияет. И, естественно, и на мозг тоже. Вот давайте поподробнее музыки. Наш продюсер нашей передачи как-то рассказывал такую историю. Лет 10-15 назад приезжал сюда кинематографист, путешественник какой-то итальянский, но он музыковед, культуролог и там всё такое. И когда они путешествовали по Кыргызстану, он всё время просил, включите радио, я хочу послушать вашу национальную музыку. И они ему включали всё время национальную эстраду. Он говорит, нет, это не то, национальную музыку. Они ему поставили все существующие, не знаю, у нас радиоканалы, где исполнялись на крыгском языке, современная музыка. Он говорит, нет, это не ваша национальная музыка, это американская музыка просто на вашем языке. Вот в музыкальном отношении, что он имел в виду, как, в чём разница, как звучит, может быть, я не понимаю этого, в музыкальном отношении, вот истинно народная музыка и вот эта попсовая, ширпотребия массовая, в чём разница? Вообще у каждого народа существует свой звукоряд. Например, возьмём просто в области музыки, да, в мире существует там более семи народных звукорядов. Например, возьмём Миксолидейский, Лидийский, Иолийский, Дорийский, да. Вот теперь вопрос, откуда взялись вот эти звукоряды Миксолидейский, Лидийский, Дорийский, да. Если вы помните по истории, значит, термин «грек» или «греция», да, появилось это недавно, это где-то в конце, если не ошибаюсь, помню это не изменять, это в конце где-то 18-го, то есть 19-го века, да, примерно. Вот Дорийцы и Иолийцы, это были племена греков, понимаете, да. Вот от этого идёт вот этот звукоряд. Например, наша музыка основывается, значит, на Миксолидейском ладу. Значит, это пониженная седьмая ступень, да, вот так. Что это значит? Это означает, если по звукоряду пойдём, значит, до, реми, фа, соля, си, это пониженная седьмая ступень, си, это, значит, это седьмая ступень, значит, вместо си, это мы берём си-вемоль в основном. Вот характерный звукоряд нашему фольклору. И у нас существует, значит, знаете, вот кварток-винтовое звучание. Это вот стройку муза, да, строй вот наших этих духовых инструментов, да, стройных инструментов и так далее. Вот. Теперь, почему вот этот искусовед, вы сказали, итальянец, да, он был прав? Почему? Многие сейчас наши, как вам сказать, наши, значит, мотивы, к сожалению, сейчас теряются, теряются на фоне, я уже вам говорил, значит, на фоне вот этой глобализации. Глобализация, это что такое? Это тоже интернет, да. А, насчёт глобализации я ещё забыл сказать. Глобализация появилась, это не вчера, это со времён, значит, шелковые пути, да. Когда человек начал передвигаться, да, с одной стороны, с другой, вот и так далее. Глобал, то есть, да, вот всемирный и так далее. Так, а что нам необходимо тогда? Вот вы говорите, что мы сейчас не можем сохранить вот те истоки, которые у нас существуют. Но вместе с этим мы не можем, скажем так, отменить объективную тенденцию развития бытия в виде универсальных ценностей или глобализации. Что вы, как представитель музыкальной культуры, скажем так, предлагаете для сохранения этих истоков? Каким образом мы сможем обозначить своё «я» в культуре, в духовной культуре, в музыкальной культуре, несмотря на все те вызовы глобализации, которые существуют? Сумеем ли мы это сделать? Надо ли это сделать? И что необходимо? В данное время сейчас идёт в мире очень сильное течение. Это каждая нация, значит, пытается сохранить свою идентичность, да? То есть код, я имею в виду. Культурный? Да, культурный. Культурный. По внешности, например, да? Мы азиаты, да, например, возьмём, и похожи на китайцы, на японцы и так далее. Они так не скажут, я был в Китае. Ну, я шучу. Да, да, ну, ну, вот, грубо говоря. А что нас, значит, определяет? Это, в первую очередь, это культура. Культура определяет. А внутри культуры, значит, это музыка. Так? Наши мотивы и так далее. Наши эпосы. Так? У нас, вы сами знаете, у нас эпосов много. Больших эпосов. Малые эпосы. Малые эпосы и так далее. Ещё что, это наши традиции. Так? Значит, наша культура, вот, поведение. Это всё-всё, вот, определяет, вот, как нацию. Вот. И как сохранить вот это всё? Я так думаю. Лично моё мнение, надо делать акцент на фольклор. Это в первую очередь. Но при этом не забывая об академической музыке, об академической культуре тоже. Потому что это академическое, это, как бы считается, это достояние не только европейской культуры. Это достояние, значит, всемирно-человеческое. Вот смотрите, академическое, вы имеете в виду, музыка? Да. Но ведь изначально это ведь не кыргызская музыка, это европейская музыка. Поэтому вам могут сказать, что зачем сохранять то, что не является нашим традиционным. Мы имели фольклор. Так. Фольклор, вы говорите, надо сохранять. Хорошо. Но тогда не будет развития. Развития чего? Музыки. Музыки в частности. Фольклор, ну, есть фольклор. Там, как бы, установлены закономерности, традиции, они не должны быть нарушены. Ну, как правило, они не нарушаются. Вот я не знаю, мне кажется, тут замкнутый круг. Ну, знаете, академическая музыка, я бы уже сказал, в последнее время мало внимания удаляется. Ну, в Кыргызстане, да. Да, в Кыргызстане, к сожалению. Это же не только у нас. Даже вот, знаете, вот, недавно я прочёл статью председателя, бывшего председателя Союза композиторов России, Рыбникова, да. Например, возьмём просто вот академистская музыка. Во главе академистской музыки кто стоит? И как вот определяется вот академистская музыка? Во главе, например, композитор сочиняет, да, симфонию, да, оперу, балет. Вот, например, музыкальными языками, если сказать, значит, вот четырёхчастные симфонии, это были во времена венских классиков. Вот первая часть, вторая, третья, значит, первая часть – это быстро, вторая – это медленно, третья – это средняя, четвёртая – это пафосная, да, вот, пафосная часть. И со времён романтиков, то есть европейских, я имею в виду, романтиков, значит, это, получается, с 1820 года по 1900-е годы, да, примерно, это, значит, начало 19-го, ой, начало 19-го и начало 20-х веков. Был такой период романтизма, да, венский классизм идёт, потом романтизм идёт. В эпоху романтиков, значит, вот это четырёхчастное вот это музыкальное произведение симфонии теряет свою актуальность, так, и вопрос, почему? Потому что уже устарели вот эти тенденции, вот это всё, так, и потом в эпоху романтизма уже у нас идёт одночасное вот это симфоническое праздник и так далее. Ну, это всё трудности роста, как бы, цикличность развития культуры в той же Европе. Вот смотрите, насколько я могу судить, классическая музыка, симфоническая музыка, даже в советское время поддерживалась у нас, интерес к ней всё-таки поддерживался больше искусственно. Помните, нас водили в театры, на концерты детей, учеников, школьников, пионеров водили чуть ли не насильно и так далее. То есть это была искусственная поддержка, ведь в массе народной симфоническая музыка, в общем, особенно никогда не пользовалась успехом. Вот сейчас этой государственной поддержки нет и, соответственно, как вы говорите, она уже не пользуется даже тем, таким достаточно условным успехом в обществе. Может быть, всё-таки это действительно именно музыка, я о другом не говорю, именно музыка. Может быть, это не жизнеспособно, вот именно в малых странах, у малых народов. Вы имеете в виду контекст академической музыки, да? Да, академической и фольклорной. Всё-таки фольклорная у нас сейчас на подъёме, и на подъёме массовая культура и массовая музыка. А вот академическая музыка всё-таки умирает, мне кажется, это искусственно. Мне кажется, это всё временно. Придёт время, это академическая музыка займёт своё почётное место. Это всё временно. Я где-то слышал о том, что вот популярный нынче рэп, речитатив, он во многом по форме схож с нашими фольклорными жанрами, да, типа токмё, там, и так далее, да. По форме одинаковой, а по существу это одно и то же или нет, в музыкальном смысле? Ну, по существу, может, это в музыкальном плане, там, насчёт музыкальной формы может быть. А по содержанию, ну, это, ну, айтучилэл, это у нас, знаете, это носит это не просто так, айтучилэл, это философский характер. Это большая разница. Это большая разница. Может, это рэп, это как бы, может, если возьмём это современной тенденции, это как бы украшением, что ли, или ритмическое, какие-то новшества и так далее. А насчёт наших айтучилэл, это у нас носит воспитательный характер, да, не просто так, философский. Ну, как раз продолжение ваших слов. Вы заговорили о токмё, о бакынах. У них действительно была какая-то особая такая вот сущностная значимость, потому что они выступали как мост между прошлыми, так сказать, поколениями и современностью. Они могли достигать такой степени галлюцинации, что они как бы вовлекали людей вот в этот процесс, и поэтому передавалась некая духовная преемственность. В настоящем вот айтыши, которые у нас сейчас происходят, они тоже выполняют такую же функцию? Или всё-таки современность, она вносит коррективы? Они некие другого плана, воспитательный характер. Не приобретают ли просто эстрадный характер, как вот, допустим, и с Манасом часто так происходит уже? Омасовление некоторое. Да, да, вот тоже вот к вопросу омасовости. Всё-таки у нас, у Акынов, да, только мы вот это всё, у нас есть школа. А школа, вот это, вообще школа определения, вот, это что означает вообще школа, да? Школа – это, значит, группа единомышленников, так? Значит, если, опять же, там мы будем возвращаться к академической музыке, например, были такие школы там, например, школа могучей кучки, кучкистов. Это, значит, вторая половина XIX века. Туда входили, знаете, пять композиторов, да? Римский, Корсаков, Балакирев, Мусоргский, Кьюи и Бородин. Вот эти молодые композиторы в течение 10-15 лет, они, знаете, сделали, значит, большой вклад не только к русской академической музыке, а мировой музыке. Они распределяли, значит, задачи между собой, значит. Бородин, например, писал в жанре, там, значит, эпической музыки. Мусоргский, например, в жанре, там, исторической музыки. Римский, Корсаков, значит, на основе, значит, русских народных сказок и так далее. У них было, знаете, идея, значит, принципы, и у них была задача вот такая. Почему мы все равно всегда должны, почему должны, значит, слушать и играть Моцарта и Бетхоя и так далее? А почему у нас своего нет? Понимаете? Вот тогда вот эти пять композиторов, значит, сделали русской музыкой до такой степени, сейчас ни одна, значит, мировая музыка не обходится без их произведений. Вот так вот. Значит, может, нам не хватает вот такой, значит, какой-то вот, не знаю, идеологических этих, я не знаю, возможно. Вы хотите сказать, что нам необходимо совершить какой-то скачок в сознании национального бытия? Как это сделать? И нужны ориентиры? Вот смотрите, действующий президент, по-моему, указ даже был, но, во всяком случае, у него были заявления о необходимости духовно-нравственного воспитания людей, молодежи, общества и так далее. Мне кажется, вот в этом именно направлении, экономика понятна, энергетика понятна, там, еще что-то, это все ясно, конкретно. То, что касается, относится к сфере духовно-нравственного развития, мне кажется, в определенной, в определенном смысле, в некоторых кругах появилась такая растерянность, а вот, а как это понять? Вот вроде требования есть государство, духовно-нравственное воспитание, а что это такое? Что развивать? Музыку, я не знаю, кино, литературу, культуру в целом. А вот все, мне кажется, я, может, я ошибаюсь, какая-то вот растерянность, там все ждут указаний конкретных, вот что развивать, да? Кинотеатр развивать, цирк развивать, театр развивать, что делать? Вот развитие духовно-нравственного воспитания, как вы это понимаете? Ну, это значит, это проблема, это сложная, вопрос сложный. Поэтому мы вас спрашиваем об этом. Это, как вы сами употребили же, понятие кода, культурный код должен быть, наверное, сохранен, как вы сказали, в том смысле, чтобы мы могли себя адекватно, наверное, идентифицировать, но при этом мы не должны, наверное, отчуждаться от тех проявлений мировой культуры, которые сегодня есть. То есть, вы же сказали, что и к академизму мы вернемся, но при этом необходимо возродить какие-то такие истоки, которые бы сумели нам дать ответы вот на многие вопросы настоящие. Культурный код? Ну, это естественный культурный код. Его необходимо сохранить, насколько я понимаю, как из ваших... Ну, хотя бы, хотя бы сохранить. Музыка современных жанров, ну, начиная, там, я не знаю, с 70-х годов. Рок, тяжелый рок, там, хард-рок, биг-бит, поп, потом многое. Фьюжн, и так далее. Фьюжн, там, да, миллион. Диско, и она развивалась. Вот эти формы музыки, ширпотребной музыки во многом, да, массовой культуры, массовой музыки, они все равно носят воспитательный характер, в каком смысле, ну, мне кажется, они несут западные ценности во многом. Хотя это вроде и музыка, она не идеологична, но она несет там заодно и культ. Культы всевозможных вещей, насилия, наркотики, все-все, оно все это в совокупности несет. Вот. И в этом смысле музыка, да, идеологична западная. Классическая музыка в этом смысле никак не идеологична. И вот, возвращаясь к теме духовно-нравственного воспитания, да, развития культуры, культурного воспитания, вот мы тут, в Кыргызстане, как небольшое государство, ну, что мы можем, не то что противопоставить, предложить, что мы можем молодым людям в части воспитания? Ну, здесь чистое мое мнение, значит, надо разработать концепцию культурную, идеологическую. Это уже займет, знаете, это много времени, это, во-первых. Надо определиться, вот, правильно это, во-первых. Как вы сказали, значит, каким путем, как, когда и так далее. Начало, сначала, значит, у нас должен быть, значит, правильная идеология и так далее. Вот. А насчет массовой культуры, вы сказали, носить идеологический характер, да, я согласен. Но ширпотреб, насчет ширпотреба я тоже, я с вами не согласен. Почему? Возьмем группу Битлз, да. Я бы не сказал ширпотреб. Сейчас Битлз считается, как классикой. В своем. Да. Почему классика? Да, в свое время был ширпотребом, да. Почему классика? Классика, значит, в переводе означает это образцовый. Да, там было там мелодийское линия, да, свои мотивы прекрасные. А с тех времен сейчас же мировая музыкальная культура потеряла же вот это все. Понимаете? Это вот в чем проблема. Вот сейчас вы сравните, вот, Битлз, да, и вот настоящий попсов. Это между делами с землей, так, сравнение. Вот так. И насчет этого ширпотреба, насчет попсовой культуры я не согласен с вами. Ну, это нормально, мы же должны разобраться в вопросе. Вот, кстати говоря, с точки зрения музыкальной рэп – это музыка? Может быть, кому-то. Но по большому счету я не знаю. Ну, вы композитор, с точки зрения композитора, это музыка? Я так и считал бы, естественно. Однако пользуется бешеной популярностью. Да, популярностью. И многие молодые люди с нами не согласятся, скажут, да вы что? Это рэп, знаете, рэп – это демонстрация, скорее всего, речитативов, громких звуков, ритмических каких-то рисунков и так далее. Это рэп – просто состояние, я так думаю. Это я бы не сказал. А мы же вот только что говорили о том, что вот кыргызские национальные вот эти жанры, речитативные, а это музыка по форме. Ну, извините, это совсем разные вещи. Я же сказал же, значит, это наш айтыш – это, значит, воспитательного характера, философское, это большая разница. То есть дело в содержании. В содержании – это обязательно. Это, значит, это равносильно тому, что, значит, музыкант звёзд, звук, да, инструменталист. Это не означает, что он играет. А играть – это вообще другое. Вот так. Это крайне сложная тема, потому что вот насколько я слежу, то разговоры именно с композиторами, я вот не припомню такого, потому что тема настолько абстрактная, настолько отвлечённая, неконкретная, во многом философская. Вот, ну, Дилдис – это ближе. А с другой стороны, честно говоря, для того, чтобы говорить о музыке, нужна соответствующая подготовка. Да, желательно. Вы, вот как композитор, вы преподаете, вы можете сказать, что вот у нас в обществе существует хоть какая-нибудь прослойка, которая правильным образом воспринимает эту академическую музыку, с кем можно поговорить, кто это может оценить. У нас вот этот слой зрителей, потребителей, он ещё сохраняется? Да, я с уверенностью могу сказать, есть у нас. Например, вот театр наш академический. Люди ходят, тем не менее. Есть свои слушатели. Ну, это радует, это во-первых. Там у нас, значит, репертуары в нашем театре, вот сами видите, там ставятся оперы, балеты и так далее. Но возрастной контингент, я, знаете, вот был в Питере года три тому назад. Вот, так, я посещал концерты, как раз там играла японская скрипачка, я эту фамилию забыл. Вот тогда мы посещали вот этот концерт, как раз был концертный зал капелла. Так, ну капелла – это знаменитый концертный зал Питера, ну, сами знаете, это Питер, это культурный центр России, да. Вот тогда я что-то заметил. Значит, слушательские, вот этот, слушатели, возрастной контингент почему-то стареет. Молодежь не… Молодежи мало. Я и говорю о кризисе. Да. Ну, это, да. Принуждения нет, и поэтому никто не… Принуждения нет, но контингент, то есть стареет. Ну, это, я думаю, это нормальный процесс. Возвращаясь к цикличности, что это, возможно, и пройдет. Если вот об истории музыки, да, вот некоторые, значит, теоретики, историки говорят, что история музыки – это 50 тысяч лет. Понимаете? Это со времен, значит, появление хомо сапиенса, да. Вот тогда уже культура, мне кажется, да, берет свое начало. Вот историки там еще нашли, там, археологи, значит, первые музыкальные инструменты. Первым музыкальным инструментом, значит, древним считается, это флейта и арфа, по-прежнему. Кстати говоря, не так давно у нас появились энтузиасты, которые, даже, по-моему, съездили в Россию и привезли какую-то разновидность гуслей, уверяясь, что вот у древних хыргызов был такой музыкальный инструмент, похожий на гусли, вот они где-то даже исполняют. Вы не встречались с этим? Расскажите об этом инструменте, это правда? Джетиген, это считается нашим национальным инструментом. Так. Ну, сейчас пока не очень популярный инструмент, ну, со временем он найдет свое место, конечно. Это благодаря, знаете, есть версии, нашли вот этот, значит, протиотип вот от Джетигена в Алтае, если я имею в виду, вот память не изменяет. Вот принести сюда, вот сейчас конструкцию изменили чуть-чуть, я даже сам видел, так, как играется, да? Ну, прекрасный инструмент. Это прототип арфы, понимаете? Не зря же вот музыка, вот само понятие музыка берет свое начало с греческих мифологий, да? Дочь Цевса Моза, да? Моза, кто она? Она, значит, как бы считается богом людей искусств, наук, литературе и так далее. Оказывается, вот она играла мифологию именно на арфе. Ну, вот я видел, и по счету, по форме и по звучанию это практически гусли, не совсем, ну, я не разбираюсь, арфа там, но это гусли, да? А вот кроме этого, мы все хорошо знаем, ну, достаточно небольшой музыкальный вот этот ряд этих музыкальных инструментов, точнее, кыргызских. Вот хомуз, да, глиняные какие-то инструменты, окарины. Что у нас еще, возможно, было или наряду с хомузом существовало? Вообще, музыкальные инструменты делятся на, значит, струнные инструменты, это шипковые, хомуз, житигэн, да? Из струнных еще делятся, там, значит, струнно-смычковые, или с мычком, да, кырг, потом духовые инструменты. Духовые, есть академическая музыка, значит, оркестр состоит из чего? Из струнных, так, инструментов, из духовых, а духовые тоже делятся, значит, деревянные духовые. Туда, значит, флейты, там, кларнет, гобои, погод и так далее. Потом медные, значит, труба, валторные и так далее, да? Потом у нас идет ударные инструменты. Ударные инструменты тоже делятся. Инструменты ударные, с определенной высотой звука, которые, значит, извлекают ноты по звукоряду. Ну, и барафон и так далее, да, вот это, и тавры. Потом безопределенные, это, значит, малые барабаны, вот, тарелы и так далее, которые, значит, просто эффект. И так далее. Также и наш, значит, значит, наш, значит, кыргызский национальный инструмент, значит, тоже делятся. Духовые инструменты, там, шибковые, да, струнные, вот, смычковые, там, еще из духовых кернеев, там, вот, да, вот, кернеев, сумма и так далее, вот, из медных. И, что еще интересно, у нас есть оскомус, сами знаете, да? Оскомус, это есть и в других народах тоже, но только в кыргызской музыке с помощью оскомуса нужно играть мелодию. А у других? Нет. А зачем тогда они существуют как инструмент, если они нахимены? Да, да, они просто извлекают ноту, извлекают, а у нас играет мелодия. Есть разные, разновидности оскомуса, так, оскомус, потом оскомус идет, там, джигач оскомус и так далее. Вы знаете, вот, поскольку мы говорили тут о духовно-нравственном воспитании, основу чего составляют ценности, о музыкальной культуре, мне вдруг пришла такая мысль о современности в контексте трагедии и комедии. Вот вы говорили о том, что именно мифология дала основание какое-то. И вот если вспомнить ту культуру древнегреческую, именно трагедии, они как бы формировали некий определенный вкус сознания. В настоящем, как мы видим, в основном комедия, она как бы заняла основную такую позицию. Вот как вы считаете, в диалектике трагедии и комедии, вот с точки зрения музыки и вообще культуры, можно проецировать сам смысл эпохальных таких вот трансформаций, что ли, изменений в настоящем? Предпочтение массовой культуры в настоящем – это, на мой взгляд, комедия во всех ее выражениях. Нет, я не сказал так. Например, вы сказали, значит, насчет греческой культуры, да? В них в основном были что? Трагедии и так далее, да? Комедии тоже, конечно, были, но… Комедии, да. А все комедии и трагедии – это вообще понятие, суть комедии и трагедии. В чем заключается? Конечно. Например, возьмем греческую мифологию, да? Обычно говорят, у греков все начинается, значит, с негатива, и в конце все превращается чудо. С негатива все превращается в хорошее. А у англичан все наоборот. Например, возьмем Шекспира, да? Вечная вот… Ну, одни трагедии писал, да. Одни трагедии и так далее. Это разные полюса. Наша музыка, скорее всего, носит, не знаю, философский характер, что ли. Ну, Датаевич говорил, программный характер, но есть. Да, да, программность. А программность в чем заключается? Программность. Это что такое? Значит, программность. Например, да, у нас в музыке, да, существует программность. Например, возьмем вот этот… Ирлар, да, возьмем, например, воспитательного характера, да, вот такого, значит, плачев всякие, да, например, да, кошок и так далее. У нас, знаете, не просто тогда, у нас диапазон в музыке широкий. Как вы мне сказали. Узели, большое спасибо за интересный разговор, потому что я вынужден остановить, у нас время передачи подходит к концу. И я бы хотел поблагодарить, в самом деле, действительно от души, потому что, несмотря на то, что разговоры со специалистами в области музыки, о музыке, о философии, кстати, это темы, которые не являются вот ими, не относятся к массовым жанрам, не пользуются массовой популярностью. Тем не менее, мне кажется, ни одно общество не может без них в конечном итоге существовать и не должно. Но, поэтому, как бы, кому бы не показалось, что тема совсем отвлеченная, не пользуется как бы массовым спросом, тем не менее, наш формат предполагает, что такие разговоры все равно нужно. Вопрос остается открытым все. Да, да, это всегда, это философские вопросы, и музыка, и философия, и культура в целом, и так далее. Это так называемые вечные вопросы, и мы все равно будем к ним возвращаться. Потому что один, наверное, из аспектов вот этого духовно-нравственного воспитания, шаг за шагом, и эта тема у нас тоже будет возвращаться в нашей передаче. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Спасибо вам за внимание. Вы смотрели программу «Принцип Оккома». Гостем в студии был композитор Мурзали Джейнбаев. В студии были ведущие доктор философских наук Челдес Урмамбетова, и я, журналист, талант Джумабаев. Спасибо вам за терпение, за внимание. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok